смотрите как это он брал я вам рассказывал заброшенный трейлер и он все построил все поливает дети у него в общем у нас здесь видите соседки ягоды такие вот огромные малины но сейчас напишу что поедаешь уже ягоды короче вон она ходит она сама разрешит горит муж их есть потому что они пропадают видите некоторые уже пропали мы здесь полно причем этой малине там всего она его в этом году садила уже видите как все разрослось то есть вот здесь здесь вообще видите раз пару секунд и все полную же рука малину вот в общем о чем я с вами хотел поговорить в видео в моем покупке взрослая он показывает этот насадку до ноги не поняли для чего это это для того чтобы он видите как там я вам сейчас показывал сосед поливает для того чтобы поливать цветы траву в общем ну с той стороны у меня огород большой кто видел здесь у меня видите вот такие ромашки растут там тоже вон там но их было больше они были здесь везде часть я повыкапывал потому что их ну слишком до хрена было вот но в основном конечно траву и огород вода бесплатную поэтому ну вернее входит стоимость поэтому ее экономить не надо но я никогда не поливаю вот но шланг все равно нужен по помыть там что-то вот и самый когда я тут приехал тут был вообще убитый какой-то не работал короче я купил новый в магазине в хоум дипа вот такой вот он стоил или 7 или 8 долларов фирма геймар кстати хорошая фирма хорошая качество там было написано что это тут сталь ну корпус тяжелая не знаю стали то не сталь алюминий наверно прессованный какой-то но проблема в том что она течет и причем она течь стала достаточно быстро то есть буквально там я чуть-чуть чуть-чуть и попользовался раньше я поливал постоянно грот видите она как-то перекошенной короче менял уже прокладку ничего короче не изменилась то есть столь она короче вернее изменилась но опять прошло совсем чуть-чуть времени она опять начала течь в общем здесь несколько струй нежный душ струя пыль пыль это типа тумана такого кон джеку это такое регулируется то есть сильнее давишь и он меняет форму флут это просто течет в общем купил я вот такой вот стакет с такого типа я дело не имел никогда хочу попробовать никаких особенностей тут нету написано три года гарантия написано что здесь настраивается то есть здесь видите вот когда вращаешь она входит туда и выходит посмотрим все это дает еще здесь какой-то регулятор мы тоже не знаю чем дает так надо какой-то муж найти или как этот вытащить а вот может даже не нужен вот она вылазит так сделано китай я так думаю да сделано в китае кстати сделано хоть она и называется black and decker но сделано она почему-то фирмой бонд бонд мануфэкчеринг компании вот их не адрес то есть не знаю какое мне отношение black and decker умеют короче так здесь уже сразу видите идет прокладка и фильтр то есть мне ничего не надо просто прикручиваю так ну в общем вот так вот у нас смотрится вроде бы ну как не супер красиво но и не очень-то уродско то конечно было покрасивее сюда больше подходил по дизайну это что-то уродливое но вещи такого типа надо выбирать не по красоте а по в общем сами видите то есть выбрал по красоте она уже все не работает вот здесь лежала доска это и вон вторая брал их на распродаже это удурные доски то есть которые могут храниться вернее которые можно использовать на улице они не гниют хотел из них построить грядки такие небольшие грядки и посадить эти растения вот здесь вот но так как их мало здесь хватит или только на одну маленькую голову грядку тогда надо вот эту всю ромашки пересаживать куда-то или просто выпалывать уже сделать здесь грядку или надо уже больше этих досок купить и построить нормальную грядку вот здесь потому что я сюда как бы вообще не хожу здесь ничего не использую если сделать грядку вот здесь на всей этой площади то думаю будет очень неплохо вот и тут же ее сразу удобно поливать потому что вода прямо под рукой в общем ладно вернемся к нашему тесту спреера так значит давайте поставим здесь все на минимум открываю воду о вода пошла в шланг я чувствую откроем на максимум чтобы сразу чувствовать и о-о-о короче видите какая хрень все это вообще такое но во все стороны летит так крутим туда короче какая-то хрень все полно ну и вот это все в общем то что она может это склонить охренеть или она дефективная или чё но видите струю она никакую не дает чё это такое вообще за просто делает больше и меньше но это херня это не то что я сюда конечно то есть мощность вроде неплохая но не это мне не нравится абсолютно ну ага вот вот это вот другое дело заработала смотрите вот это то что мне надо опачки неплохая дальность смотрите я могу прямо отсюда у тебя кусты поливать обалдеть так вот это хорошо ага вот это вот мне нравится вот это то что надо так я уже расстроился а чё с ней было там и так а ага и вот вообще видите дает струну и дальше ага и дальше распыляет видите ее просто главное не перекручивать потом перекрутила она стала вот такой херней вот и дальше мне к примеру поливать траву видите можно плавно регулировать до такого состояния как вам надо вот к примеру неплохо для травы и проигнал офигеть но если что-то помыть делаешь помощи это не мойка под давлением которая вам все что угодно помоет но просто что-то грязное можно помыть я часто мою этой тюрьмой вот в общем да напор хороший в общем фигня некрасивая с виду но мне все нравится главное она не течет и главное она очень просто то здесь просто крутишь это колесо и сразу выбираешь все струй которые тебе нужны здесь это более геморройно здесь короче короче сложнее переключает то есть тебе надо блин переключить то есть видите еще пока попадешь в ту струю что тебе надо пока ее найдешь и здесь надо постоянно держать а если ты хочешь он как здесь все время было открыто то надо видите вот этот стопор короче использовать короче вот такая вот это лучше и здесь видите ничего держать не надо я его могу включить поставить на распыление вот так вот положить вот пойти домой прийти там через полчаса у меня вся трава будет уже помыта ну вернее полито не очень удобно раз 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 и очень легко видите выбирать струю а дальность он смотрите отсюда вон прям до сыра и добивает охренеть почему такие вот дела вот такая вот насадочка от блэк и дэкер качество так себе то есть здесь кажется что это какая-то накладка из резины но нифига здесь никакой резины нет это просто покрашена вот так под цвет пластика и она такая вот эта краска как софт-тач но это не резина однозначно она твердая вот это вот кольцо удобная с качественной пластмассы вот эта ручка очень удобно ну единственная внешность уродская то есть если бы она была здесь синяя или зеленая на бы красиво смотрелось и такая красно-оранжевая конечно гадость вот но удобно и хорошо работает никаких как бы нету претензий плюс недорогая цена тусан гривана сколько от 99 по моему до в россии 599 в общем покупкой доволен ставьте лайки подписывайтесь для вас обзор если кто-то тоже хочешь такую купить и делитесь с друзьями всем пока пока